Канобу.ру представляет У меня сложилось ощущение, что они делают Хитмана, как в последний раз. С одной стороны, видно, что безграничная творческая свобода у разработчиков. Они сожгли все мосты, которые связывали игру с предыдущими сериями. Но с другой стороны, ведь они бросают все свои ресурсы в этот проект. А что же они оставят на следующий? Ну вот смотрите сами. Игра открывается убийством Дианы. Главный связной Хитмана на протяжении всего сериала. И это сейчас был не спойлер. Это буквально первые секунды игры. А затем, в течение 15 минут, Хитман совершает шокирующий поступок. Он берет бритвенное лезвие и стирает со своего затылка тот самый штрих-код с цифрой 47. А это вообще символ сериала. И о Интерактив пошли в разнос. Мы не сильно пойдем против правды, если сразу скажем, что Хитман Абсолюшн – это скорее племянник серии, чем ее прямой потомок. Фанатам стоит сразу готовить себя к подобному повороту событий. Зато людям, незнакомым с серией, можно успокоиться сразу. Новый Хитман – современный, комфортный, удобный и не требует знания оригинала. Игра раскрывается постепенно, не бросая игрока на серьезное задание с самого начала, как это было раньше. Не лишним будет напомнить, что во всех предыдущих частях сериала события каждой миссии разворачивались на огромных территориях, которые представляли собой гигантскую головоломку, где все детали не были видны сразу. Игрок был вынужден держать в голове сразу множество параметров. Например, помнить, где лежат оставленные бездыханные тела, каким маршрутом ходит садовник и где припрятан пистолет, скинутый при обыске на входе. Новый Хитман освобождает игрока от этой головной боли. Каждая миссия разбита на несколько замкнутых локаций, в которых необходимо решать строго определенные задачи. Например, найти лифт, ведущий на следующий этаж. Плюнуть на все, выйти из здания и попробовать залезть наверх по водосточной трубе нет никаких возможностей. Только лифт и строго определенный. Они решили пойти по другому пути. Раз большие и хардкорные уровни старого Хитмана так всем не нравятся, то давайте разобьем их на маленькие подуровни и поставим перед игроком конкретную задачу. Например, проникни вот в эту вот конкретную дверь. А уж как ты это сделаешь? Это зависит от тебя. И для этого разработчики добавили множество вариантов развития событий. И вот это вот серьезное новшество в серии. Напомню, что раньше, в предыдущих играх, Хитману давалось только одно задание. Его жертва, его цель. И все. Дальше игрок выстраивал рисунок, прохождение самостоятельно. Игра не подсказывала. И вот во время вот этого выстраивания этой схемы любой минимальный прокол приводил к тому, что все это рушилось, как карточный домик. И либо ты перестреливаешь всех в округе, и тем самым добираешься до жертвы по трупам, либо перезагружаешь, если хочешь играть тихо. Так вот сейчас Хитман Абсолюшн позволяет совершать небольшие промахи, потому что глобальная задача разбита на вот эти вот маленькие подзадачи. И каждую из них можно подходить грубо. На общую картину это не влияет. Это вовсе не значит, что игра оказуалилась. Стало проще и примитивнее. Разработчики поступили логично. В наше время невыгодно строить большие свободные локации, где игроки теряются или идут по короткому пути, минуя интересные места. Если разбить уровни на небольшие, но насыщенные событиями локации, то удовольствие получают все. И хардкорщики, и начинающие. Опытным игрокам понравится обилие возможностей и вариантов прохождения каждого уровня. Например, устранить криминального авторитета в китайском квартале предлагается аж восемью способами. От самых элементарных — придушить в темном переулке, до весьма оригинальных — подсыпать яду в кокаин, предварительно переодевшись в местного барыгу. Те, кто испробует все восемь способов ликвидации, получат соответственный ачивмент. Как говорится, только ачивки, только хардкор. Ветераны серии Hitman, наверное, уже задались вопросом, как наш наемный убийца будет действовать без глобальной карты и тактической схемы перемещений противника. Легко, модно и молодежно. Стелс-система перекочевала в игру из лучших представителей жанра — «Бэтмен Аркхем Сити» из серии «Кост Викен». Hitman научился видеть сквозь стены, замедлять время и другим полезным современным навыкам. Негодование и возгласы про несоответствие канонам серии попросим придержать при себе. Напоминаем, что Hitman не совсем человек, и всех его способностей не знает никто. А если серьезно, то такое новшество сильно разгружает интерфейс, помогая мгновенно принимать нужное решение. К тому же, в отличие от своих коллег по тихому убийству, Бэтмена и парней из «Призрака», Hitman имеет некоторые ограничения. Его интуиция — это тоже ресурс, который может внезапно закончиться. Тратить нужно с умом и расчетом. В каждой экстренной ситуации приходится лихорадочно выбирать между рентгеновским зрением и, допустим, замедлением при стрельбе. Или маскировкой при близких контактах с бдительными охранниками. На все приемы сразу Hitman просто не хватит. А стоит включить режим сложностей «Хардкор», как расход интуиции сразу увеличивается вдвое. Так что супергероем Hitman при всем желании не назовешь. Он по-прежнему тот, кому лучше не выходить из тени. Боевая механика игры напоминает мне все, что угодно, но только не старого Hitman. Нет, с одной стороны, она, конечно, стала современной и удобной. Увидел препятствие, нажал на кнопку, прилип к нему. Нажал на другую – высунулся и стреляешь. Нажал на третью – перекатываешься. Знакомая классика. Но это не Hitman, друзья. Нет, конечно, перекаты и укрытия могли бы пригодиться ему во время кампании в джунглях в первой части. Но вообще по типажу Hitman не солдат, не боевик. Он не должен ползать по-пластунски или стрелять из-за укрытия из Калашникова. Hitman должен подкрадываться к жертве сзади, переодевшись во дворецкого, и делать выстрел в упор. Разработчики не стали трогать святое – одиночный режим Hitman. Игра по-прежнему представляет собой исключительно индивидуальное удовольствие. Все верно, ведь Hitman – герой-одиночка. Однако пройти мимо современных тенденций в игростроении, мультиплеер и кооперативные режимы разработчики не смогли и вышли из положения с завидным изяществом. Любителям посостязаться с другими игроками Hitman Absolution предлагает так называемый асинхронный мультиплеер. Это когда вы играете с друзьями не одновременно и в разных условиях. Суть проста. Вы заходите в режим контрактов, выбираете любой уровень, изучаете его в свободном режиме и тихо устраняете несколько целей. Кого, сколько и каким способом – решаете сами. Ленивым и неловким игра позволяет разделаться хоть с первым попавшимся прохожим на улице. Тем же, кто не ищет легких путей, игра предоставляет шанс реализовать себя на 100%. Увидели наркоторговца с охраной посреди оживленной и освещенной площади? Вот это достойная цель. Игра фиксирует все ваши телодвижения на протяжении всей свободной охоты. Кто жертва, каким оружием был убит, в каком костюме при этом был сам Хитмен. Вот так формируются ключевые задания контракта. После успешного прохождения этот контракт сохраняется и размещается в сети подобно вызову. Повторить слабо? И таким вот достаточно нехитрым способом разработчики вносят в игру пользовательский контент. Причем даже на консолях. Предвидим, что хардкорные геймеры и фанаты серии оттянутся по полной, создав невероятно сложные миссии. Я вообще с тревогой жду релиза. Если честно, но переживаю не за себя. У меня свой Хитмен уже есть. Это Хитмен Бладмани. Я переживаю за тех, кому только предстоит открыть для себя эту великолепную серию. Хочу, чтобы они получили правильное представление. Они занимались, например, тем, чтобы перечисляли все те приемы, которые Хитмен Абсолюшн позаимствовал у других. Запомните, Хитмен — это старейшая игровая серия. Ей всегда найдется, чем вас удивить. Ждем 20 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова